Елена Ракитина. Картонный домик. Картонный домик когда-то был дворцом. Так, по крайней мере, ему казалось. Он любил рассказывать о том, что крыша у него была блестящая, лаковая, а окошки и крылечка нарисованы такими яркими красками, что каждый, кто брал его в руки, улыбался. Ко мне даже принцесса захаживала, говорил он значительно. Все стеклянные яблоки и груши, которые вешали вокруг него, картонный домик считал своим садом. Стоило рядом появиться ракете, домик мнил себя домиком космонавтов. А если мама окружала его снежинками, домик становился заснеженным домиком. Так, когда-то он был домом Деда Мороза, феи с пружинками-завитушками на голове и сестриц-матрёшек. А однажды картонный домик превратился в цирк. Да-да, ведь рядом с ним оказались весёлые клоуны. Каждый Новый год картонный домик волновался больше всех. Какое его ожидает превращение? Он гордился собой и свысока поглядывал на другие игрушки, даже если висел внизу. Что там? Шары, сосульки, фонарики. Куда не повесит их мама, они так и остаются сами собой. Они не умеют превращаться, только кружатся и хвастают, в ком сияет больше блестящих искорок. В их стеклянных бачках отражаются огни бенгальских огней, гирлянд и люстры под потолком. Ещё чего не доставало. Картонный домик презрительно хмыкает. Сколько таких вертушек он повидал, сколько было слёз от трещин, а то и просто осколков. В картонных стенах домика не отражается ничего, зато он прочный. Его купили ещё маминой маме, когда она была маленькой. В те далёкие времена на ёлки ставили настоящие свечи. Как боялся их поначалу картонный домик. С такими соседями и праздник не праздник. Они подмигивали ему жёлто-красными глазами и шипели. «Не уйдёшь!» «Колобок я, что ли?» Храбро отвечал им картонный домик. «Никуда я не собираюсь уходить!» Но на самом деле внутри у него начинались сквозняки и становилась зябка. Потом домик увидел, что свечи трещат, шипят, но делаются всё меньше и меньше. «Да они от злости сами себя съедают!» Догадался он и перестал бояться свечи раз и навсегда. И заодно решил быть добрым домиком. Как-то его схватили разноцветные пальцы. Они были в черничном варенье, томатной подливке и шоколаде. Мамина мама испугалась. «Отдай, Таня!» И спасла домик. Она потом долго очищала пятна резинкой и шептала. «Это моя любимая игрушка! Её надо беречь!» Домику было неприятно. Резинка грозилась протереть дырку. Но мамина мама говорила такие ласковые слова. Что он терпел? Так он понял, что он ещё и любимый домик. Таня выросла и сама стала мамой. Как-то она повесила домик внизу, и его лизнул пёс Тишка. Картон стал бурым и мокрым. Домик тогда сильно перетрусил. Он спросил «Ты съешь меня?» «Нет!» Сказал Тишка «Ты невкусный!» Домик стал невкусным домиком и очень этим гордился. Он видел, как люди за новогодним столом едят всё вкусное, и радовался, что у него впереди ещё много праздников. Однажды открыли балконную дверь, и домик сорвался с ветки. Все над ним смеялись, а он понял, что он ещё и летучий домик. У него откуда ни возьмись, вдруг выросли крылья. «Подумать только!» Домик дважды перевернулся, когда летел, и если бы не мама, обязательно бы унёсся в большой мир за балконом. Наверное, эти невидимые крылья были всегда и всегда будут. «Моя жизнь полна счастливых превращений!» Думал он, засыпая после Нового года. «Значит, я... я ещё и счастливый домик!» Субтитры создавал DimaTorzok